Вы слышали о мадам Розе Багарне? Конечно, слышали. Мари Роз Жозефа Таше де ля Пожери или просто коротко Роз, никто иная, как императрица Франции и супруга императора Наполеона Бонапарта Жозефина. Вдова Багарне и генерал Бонапарт познакомились в Париже. У них было много общего. Оба родились на островах, побывали в тюрьме и мечтали завоевать весь мир. Судьба связала их на 14 лет, а затем внезапно развела, оставив в наследство одну из самых противоречивых историй любви. Жозефина была на 6 лет старше молодого генерала, у нее уже было двое детей от первого брака и шлейф сомнительной репутации. Наполеон был небогатым генералом, у которого за душой была только армейская шинель и шпага. Жозефину отговаривали от брака с корсиканцем, но союз был выгоден обоим. Связи с Жозефиной помогали Бонапарту построить карьеру, а статус замужней дамы избавил ее от сомнительной репутации. Плохой знак, что их союз начался с обмана. В акте специально указали неверный возраст супругов. Жениху прибавили полтора года, а невесте убрали четыре. После свадьбы они провели вместе всего два дня. И затем молодой муж отправился командовать французскими войсками в Италии, а Жозефина осталась в Париже. В перерывах между сражениями Бонапарт пишет страстные письма и умоляет жену приехать и разделить с ним тяготы походной жизни. Но она почему-то не спешит к нему. В этот период он стремится выиграть только одно самое важное сражение — за сердце любимой женщины. Если в военных битвах он одерживает победы, то в любовных терпит крах. Жозефина ему не верна. На письма не отвечает, не приезжает. Возможно, разрушенное самолюбие и несбывшиеся мечты стали первыми трещинками, разрушившими молодого идеалиста. Он любил ее настолько, что, несмотря на все неурядицы, пригласил разделить с ним трон и собственноручно возложил корону на ее голову. Но Жозефина так и не смогла родить наследника, и всего через пять лет после коронации брак был расторгнут. На церемонии она молчала. Ее отказ прочли сенаторы. «Ради благополучия Франции я отпускаю своего Наполеона». Жозефина была для Панапарта воздухом, без которого не жить. Казалось, что, потеряв ее, он потерял и свою счастливую звезду. В самом финале на Эльбе бывший император Франции признал. То, что я бросил ее, принесло мне неудачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова